Далее. Хорошо, мой друг. Нет, мой друг. Пока еще, пока еще. Характер у вас? Характер. Чуть-чуть, что российский традиционный. Это громкость? Угу. Или нет? Ну, самая нижняя, такая, у себя пофиги, он и прибавится. От себя он и прибавится. И что красноречие ваше есть, а почему? Хотят своих, спрятали. А вот вспоминаю, ну, кирка, кирилюшка. Ну, например, Сергей Анатольевич, расскажите, чем вы сегодня занимались? Чем картошку копал. Картошку копал. Картошку. Навалились все эти проблемы. И ты им не рад? Угу. Не рад, конечно, я рад. И дружки. Если бы картошку покопать, я опять пипу сюда. Да. Будет здорово. Что, поеду в следующем лето? Куда поедешь? А, по пикуташку. Пить. Буду ждать, пока Андреев бизнес не раскрутится. Андрей, это кто? Это брат твоего. Он, собственно говоря, и стоял у истоков всего этого предприятия. Как зовут твоего котенка? Ну, вот это ладно. Ага. Это зовут Васька. Ага. Бананная, губка, но у Васька. Еще другого-нибудь. Он хотел назвать как-нибудь красивым. О, кошмар. А этого? А это Кеша. У меня была кошка пилизма. Ома. Устокла царство и кошачье. Царство и кошачье. А почему безвременно? Ну, все деревне, все как деревне. Ну, как, все как обычно. А вот самое интересное то, что вот уезжает вроде бы много, очень много. Вот сейчас поток ожидается большой. Кстати, вы там не в курсе, кто у нас в ближайшее время уедет? Уедет? Мы в курсе, кто приедет сейчас в деревню в данное время. А кто уедет, нет. А в деревню кто приедет? Ну, я, например, слышала, что Андрей Нанинсури, да и вот-вот. Мам, ну, они все как говорят, они пройти в сентябре. Сашка в армии был младше. Когда? Ну, тоже недавно. А Маринка замужем? Ой, по-моему, да. Была, по крайней мере. Она сейчас не в курсе. А вот кто туда? Нет, ну, кому-то, кому-то. Кто-то мне вот туда еще звонил. Ну, что они собираются, мы в курсе, а вот что выезжают уже конкретно? Нет, не знаю. Ну, они сами, по крайней мере, ожидают. Ждут, да? Да. Ну, и брак уже, ведь они мне тоже спрашивали. Ну, что я могу рассказать? Я могу рассказать о личной жизни. А какая она такая, они узнают только на своей личной шкуре. А, кстати, да, что интересно, многие вещи нельзя рассказать. Нельзя рассказать. Невозможно. Только почувствовать. А, вопрос-то, задача, ну, и как там жизнь? Это просто. А ответить-то на это? Кстати, скоро, наверное, поеду, ну, в октябре, в ноябре, в некоторых учреждениях, мы с Витьком там прошли позапрошлым году были, по осени, очень весело время провели три недели, его, правда, раньше выделили, октябрь немножко, а я не знался, обязательно высунули вокруг, я закричу, типа, зё, что-нибудь, или что-нибудь в этом духе. Грустно будет, а там вот частенько, когда будешь в таких заведениях, там уже кто-то знакомый будет, уже с кем-то встречались, виделись, и как-то... Сергей Анатольевич, ты историю преподаешь? А ты представляешь, Сергей Анатольевич, я залезла к матери на крышу и нашла тетрадку за пятый класс по истории, где стоят твои оценки и роспись. И мне так было интересно это посмотреть, всякие копья и камни там рисовали, и что-то там писали. Ну и сейчас тут самое, рисуют и... Ну и интересно. Нет, вот это интересно, думаю. Хотя, вот то, что до института работа, это не работа, по сути дела, была так. Было 100. А сейчас? Ой, сейчас вспоминаю. Сейчас ты просто профессор. Ну, сейчас просто, знаешь, ремесло, как говорят. Но оно тебе нравится? Да. Оказывается, да. Стоило вот оттопить немножко. Приехал, тут же потянулась в школу. Наверное, кто-нибудь идет к тебе, Сергей Анатольевич. Собака лает страшное дело. А главное, что интересно, я приехал, никто вообще ничего не знал, понятия не было, что я приезжаю. Когда он звонил, мне дозвонился, никто не ожидал возвращения. Приезжаю, позвонил, вовке, пока он встретил, приехали сюда, просыпающий утром, кто-то зовет, ну, Германь зашел, так и пойми тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!